Ну что ж, друзья, на часах 4.56, а мы уже готовы отправляться в Арти и отправимся на вот такой замечательной машине. На самом деле, всегда мечтала попутешествовать в доме на колесах. Ну что ж, настало самое время, впереди 4 часа дороги. Никогда бы не подумала, что такой дальний путь принесет столько положительных эмоций, но и зритель сейчас может убедиться, как прекрасна дорога. Особенно, когда город еще пуст, а рядом хорошая компания. На турнир косарей мы отправились вместе с коллегами из новостей. Правда, устроившись поудобнее, я немного пропустила наши перемещения. Ну что ж, вот мы и в Арти, хорошенечко поспали, 3,5 часа и мы уже на месте, готовы наблюдать за косарями. Ну, вообще-то в нашей передвижной телевизионной станции 3,5 часа вообще не ощущаются. Полностью поддерживаю. Готовы работать с двумя группами и все интересные события показать вам. Наша машина приехала чуть раньше начала турнира, так что пока была возможность, я вооружилась косой. Рисковать не стала, поэтому поначалу делала все не самостоятельно, а под присмотром и с помощью опытного косаря. Сергей Балбеков, начальник косного цеха Артинского завода и давал мастер-классы всем желающим. Вот такой вот он, Артинский фитнес. Мне однозначно нравится, чувствую, как задействованы не только мышцы рук, но и мышцы кора. Надеюсь, я правильно их назвала. А вообще, кашу я впервые. Говорят, что с первого раза получается не у всех. И убегать надо. Тут надо быть вообще глаз да глаз за всеми косами. Кстати, к этой поездке я основательно подготовилась, ведь сразу ясно, что на таком турнире трава будет по колено. Мы с вами путешествуем уже не первый раз, и вы, наверное, знаете и уже догадались, что я люблю быть подготовлен ко всему. Поэтому на мне вот такие замечательные чехлы на обувь. Поэтому никакая трава мне не страшна. Чуть подробнее расскажу про турнир. Соревнование – это международное. В этом году оно приурочено к 215-летию со дня выпуска первой Артинской косы. Уральское предприятие известно не только в России, но и за рубежом. А турнир – событие, которое еще больше прославляет производство кос в Арти. Да и гостей в поселок привлекает. Это вообще событие, которое ярко отражает историю Урала и историю одного из заводов в России, который производил косы. На сегодняшний день объект является частью промышленного туризма Свердловской области. Буквально недавно на Иннопроме мы презентовали программу промышленного туризма. 31 предприятие участвует в этой программе, и наш регион является одним из флагманов развития промышленного туризма. Качество покоса зависит не только от умений косаря, но и от подготовки инструмента. Заточка косы – целое искусство и выглядит слегка угрожающе. Но в этом деле не менее важно правильно отбить косу. Говорят, что если все сделано по уму, то и работать таким инструментом будет в радость. Отбивка косы производится прежде всего для того, чтобы улучшить, уплотнить лезвие. Лезвие часть уплотнение. Лезвие часть уплотнение. Да, тут уплотняется 2-3 миллиметра. Она становится. И в то же время удлинить ее. Отбивать косу в арте могут научить любого желающего. В столице русской косы я решила узнать обо всех премудростях обращения с этим инструментом. Поэтому здесь я научусь отбивать косу. С помощью обычного молотка, внимание, и косоотбойника для чайников. Потому что человек, я в этом неопытный. Вот этот отбойник для более опытных мастеров. Ну что ж, попробуем? Правда, помогали мне еще 4 руки. Но для первого раза допустимо. Сохранение традиций предков – один из залогов успеха турнира. Да, прогресс не стоит на месте. Но ручную козьбу ее душевность не заменить. Коса дает удивительную энергию. Только посмотрите, как финиширует одна из участниц номинации «Ветераны». Да, это именно традиция. Опыт, который передавался из поколения в поколение. Это отмечают и сами участники. Кто-то приезжает с фамильными косами, а кто-то пользуется новой косой, но вспоминая уроки далеких лет. Так что продвигаться вперед по дорожке помогает не только поддержка болельщиков. Вы только послушайте, какая группа поддержки у Алексея Дюбина. Браво! Молодец! Браво! Мне кажется, если бы меня так поддерживали, то я бы справилась с любыми трудностями. Научила меня косития бабушка, когда мне было 12 лет. Это получается в 1992 году. 32 года. Да, 32 года. Международным турнир можно назвать из-за ежегодной участия любителей козьбы из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, а также из-за многообразия народных промыслов и культур. Например, на ремесленной ярмарке давали мастер-классы по лепке из глины. Вот так можно прийти на турнир с пустыми руками, а уйти с памятным сувениром и новыми знаниями. А помогут в этом мастера из Красноуфимска. Вот так за пару минут под четким руководством мастера получился вот такой дятел. Ну, мы решили, что это дятел, потому что похож хвостиком и своим клювиком острым. Кроме того, гости турнира могли отведать народные кухни на национальных подворьях. Это было очень кстати, ведь на свежем воздухе быстро разыгрывается аппетит. Как и обещала, я добралась до национальных угощений. Сегодня приятно радует всех гостей турнира татары Артинского района. У меня здесь мешочки баурсак и хворост. Я надеюсь, что это вкусно. Пробу снимаю прямо при вас. Вы только посмотрите на эту красоту. Еще горячий чай. Кстати, хочется отметить, что именно на заводе зародилась идея турнира. И вот так, начав в 2011 году с 20 участников и 200 зрителей, сейчас турнир собирает более 5,5 тысяч человек с разных уголков мира. Масштаб впечатляет. Хочется поблагодарить администрацию и поселка, и завода. Особенно выделить Шатохина Александра Николаевича. Это тот человек, который двигатель просто этого события. И каждый раз убеждает, что оно достойно и поддержки правительства, и финансовой поддержки. А мы, в свою очередь, Центр развития туризма, готовы рассказывать об этом событии. Какие здесь удивительные люди. Яркости к культурному событию добавили современные фолк-группы и самобытные артисты, исполнители народной музыки. Необычным звучанием всех удивил этнический ансамбль «Голос природы». Я же сыграла музыку космоса и познакомилась с хэндпаном. Это тональный барабан. Можно по нему барабанить, но одновременно еще вы получаете разные звуки. То есть есть основа. А, то есть можно прям рукой. Космическое звучание, вы просто пальцами по нему играете. То есть есть тональные грани. Или... Только с виду для звукоизвлечения нужно несколько раз ударить по инструменту. На деле же, если пытаться сделать это костяшкой, то мало что получится. Нужно привыкнуть к хлестким движениям пальцами. Что ж, у меня начинает что-то получаться. Сегодня мне дали мастер-класс по игре на хэндпану. И дело в том, что получилось найти свое уникальное звучание и использовать для этого даже не пальцы, как это бывает обычно, а ногти. Ну, звук, конечно, не такой. Вот этот. Более умиротворяющий. Это и правда музыка природы, потому что на зов даже прибежал хвостатый слушатель. Товарищи друзья, Ханк на сегодня отменяется. У меня вот, видите, другое занятие. Именно за такую атмосферу турнир косарей в разные годы был оценен различными региональными и общероссийскими наградами. Занятие на любой вкус, возвращение к традициям и повышение интереса к ручной козьбе. Где еще, как не в столице русской косы, можно найти все это? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова